Изменения в системе платежей. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал Каббин минимизировать финансовую нагрузку на людей. Сохранить объем запланированных доходов. В регионе ищут варианты оптимизации затрат и повышения эффективности работ в рамках Хориагинского СРП. Спасли из снежного плена. В ночь на вторник спасатели вызвалили два автомобиля, которые застряли на отсыпке. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев призвал Каббин минимизировать финансовую нагрузку на людей. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическим вопросам, которое собрал для того, чтобы обсудить реализацию ряда ранее принятых решений. Часть документов касаются чувствительных изменений в системе платежей, напомнил премьер. А значит, правительству неплохо бы подумать, каким образом минимизировать нагрузку на людей. В первую очередь Медведев выделил вопрос о переходе на тариф за электроэнергию, исходя из объемов ее потребления. Очевидно, что можно как минимум предоставить регионам право на самостоятельное принятие решений по целесообразности, механизму и срокам перехода на расчеты за коммунальные услуги по электроснабжению с применением соответствующей нормы, считает Дмитрий Медведев. Для власти, отметил он, особенно в нынешней непростой ситуации, важно сохранить открытый характер работы с тем, чтобы решения не принимались кулуарным, с тем, чтобы решения подвергались общественному анализу и в случае необходимости корректировались. Есть тонкости в вопросе продления бесплатной приватизации жильям. Продлевать сроки бесконечно, заметил глава Кабмина, невозможно, поскольку процесс идет давно. Также он обратил внимание на необходимость обеспечения прав граждан, которые проживают в аварийном и ветхом жилье и стоят в очереди как нуждающиеся, а также на необходимость гарантировать право на жилье для детей-сирот. Они должны сохранить право на бесплатную приватизацию жилья и после окончания бесплатного срока. Варианты оптимизации затрат и повышения эффективности работ в рамках СРП в Москве обсудили губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин и генеральный директор компании «Зарубежнефть», которая является одним из участников Харьягинского соглашения разделе продукции Сергей Кудряшов. Поступление от Харьягинского СРП составляет практически треть бюджета НАУ. Одной из основных задач администрации округа является сохранение объема запланированных бюджетным доходов. В современных экономических условиях важно вместе с недропользователями находить пути повышения эффективности производств на территории округа. Мы должны оперативно реагировать как на ситуацию в стране, так и на состояние рынка углеводородов, подчеркнул Игорь Кошин. Спасли из снежного плена. В ночь на вторник спасатели вызвалили два автомобиля, которые застряли в снежных заносах на 34-м километре отсыпки Зимний Канарин-Марусинск. Об этом в телефонном интервью нашему телеканалу сообщил начальник единой диспетчерской службы 112 Дмитрий Левин. Две машины застряли не на Зимнике, а на нашей отсыпке. Дорога на Ренмарусинск, отсыпка 3,4 километра. Там было 5 человек, из которых один ребенок. И дежурный направил туда на помощь спасателей Ненецкий поисково-спасательный отряд МЧС России. На КАМАЗе два человека. Поехали, вытащили, сопроводили до города. Это был первый в сезоне выезд спасателей на помощь застрявшим на автозимнике. Сейчас Зимник открыт для всех видов транспорта. Всю самую актуальную информацию по состоянию Зимника можно получить по телефону службы 112. На мониторе около городской администрации и электронном табло при въезде на Лаевожскую дорогу. В регионе зафиксирован всплеск обращений в скорую помощь. Всплеск вирусных инфекций в текущем осенне-зимнем сезоне стали чаще встречаться случаи заболевания тяжелыми вирусными инфекциями. За прошедшую неделю к медикам обратилось почти 500 жителей региона с симптомами ОРВИ. Чаще всего болеют дети, но количество заболевших взрослых также неуклонно растет. На фоне острой респираторной вирусной инфекции зафиксированы случаи более серьезного заболевания гриппа группы АН1Н1. На сегодня в Неницком округе лабораторно подтверждено 4 случая заражения вирусом, известного под названием свиной грипп. Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся на лечении в Неницкой окружной больнице. За прошедшую неделю новых случаев гриппа в регионе не выявлено. А вот заболеваемость сезонными вирусами негриппозной этиологии увеличивается. В целом по округу чаще всего болеют дети дошкольного возраста. Также в Наринмаре отмечен подъем заболеваемости среди школьников. Отмечается и рост заболевания взрослого населения. Так, по округу эпидпорог среди взрослого населения превышен на 15%. В городе, напротив, взрослые болеют реже. Здесь заболеваемость ниже порога на 30%. Медики предупреждают, чтобы не стать жертвой сезонной хвори, иногда необходимо соблюдать простейшие правила. Например, мыть руки после прогулок, избегать людных мест, ограничить общение с больными людьми, употреблять в пищу витамины и больше находиться на свежем воздухе. А при первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо обратиться к врачу. Добавлю, во многих регионах России регистрируется грипп группы АН1Н1, который характеризуется ранним проявлением осложнений. Они могут развиться уже на второй-третий день заболевания. Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами. И у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Медики предупреждают, быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. Действительно, зачастую люди не спешат обращаться к врачу, переносят болезнь на ногах и предпочитают лечиться народными средствами. А между тем, своевременное обращение в медучреждения позволит избежать тяжелых осложнений при гриппе. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения Елена Сигарева. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. С каждым днем количество вызовов скорой помощи растет. Готовы ли медицинские службы к всплеску заболеваний? Хочется отметить, что рост вызова скорой помощи у нас отмечен небольшой, то есть это примерно 10%. Но изменилась структура вызова скорой медицинской помощи. Примерно сейчас половина всех вызовов приходится на долю заболеваний верхних дыхательных путей. Это ОРЗ, ОРВИ, как мы обычно говорим, острой респираторной вирусной инфекции. В том числе у нас появился грипп. Какие симптомы должны быть у человека, чтобы он смог обратиться в скорую помощь? Ну, симптомы это обычные, то есть ухудшение состояния, но скорая помощь, но то она и скорая помощь, то он оккупирует действительно серьезные осложнения. То есть если человек на протяжении длительного времени не может справиться с высокой температурой, то есть он принимает препарат, обычно дающий хороший эффект, но у него не получилось снизить температуру, у него выражена головная боль, которая тоже не может быть купирована, у него выражены симптомы интоксикации, это выраженная слабость, выражены боли в мышцах, суставах, и он не может справиться с этой ситуацией, тогда он должен обратиться в скорую помощь. Но при наличии этих симптомов, особенно очень часто у нас заболевание возникает утром, то есть мы ночь переспали, вроде бы какие-то у нас были, вечером нарушение, какое-то недомогание, а утром мы проснулись и понимаем, что либо мы заболели, либо наш ребенок заболел, нам прежде всего требуется вызвать врача на дом. Все-таки скорая помощь, она на то и скорая, что уж очень неотложное состояние. То есть есть несколько вариантов. Скорая помощь, врач на дом, а в поликлинику можно пройти самостоятельно? Или все-таки стоит вызвать врача на дом? Если все-таки вы подозреваете, что у вас острое заболевание, вызванное вирусом, пускай даже это не грипп, мы не советуем обращаться в поликлинику, мы все-таки советуем вызвать врача на дом, потому что в поликлинике будут люди не только с респираторными инфекциями, но и с другими патологиями, и в том числе выздоравливающие, придя больными, тем более в остром периоде, когда мы наиболее заразны, медицинскую организацию мы подвергаем риску их здоровья. Ну и потом, если у вас выраженная интоксикация, конечно, лучше остаться дома и вызвать врача на дом. А что медики советуют в тех случаях, когда на работе ходит человек и чихает, кашляет, отправить его домой? Коллективную солидарность в этом случае надо проявить, приложить максимум усилий, чтобы данный человек пошел домой, потому что он является источником инфекции, никакая даже очень важная работа не может вылечить человека, все-таки он должен пролечиться, чтобы у него не было осложнений, чтобы он в дальнейшем мог плодотворно работать, все-таки он должен сначала уйти домой. А немножко вернемся к случаю диагностирования, случая в гриппе в Нинницком округе. Какие симптомы именно соответствуют этому типу вируса? Вообще характерно, его отличие от сезонного гриппа, который у нас обычно бывает, но не вызывает таких серьезных осложнений, как данный вирус, который сейчас у нас циркулирует, это сразу начало температуры. И в очень незначительном количестве случаев мы имеем такой продромальный период, когда у нас появляется следостечение, зуд в носу, легкое недомогание. Этот грипп сразу манифестирует о себе. Очень часто она уже сразу с кашля начинается, то есть сразу поражает трахеобронхиальное дерево, потому что имеет сродство тканям трахеобронхиального дерева. То есть мы не получим классическую такую картину. Будет выражена интоксикация, головная боль, боли в мышцах, суставах, и на фоне совсем небольшого периода болезни сразу появляется кашель. А можно ли привиться от этого типа вируса? Да, мы проводили вакцинацию с сентября по ноябрь 2015 года, и как раз одним из возбудителей, который входил в нашу вакцину, и был возбудитель H1N1. То есть мы его в принципе, и международное сообщество врачей ждало. Появление именно этого гриппа подошел его срок. А как медики относятся к тому, что люди могут носить повязки? Это как-то защищает от инфекций вирусных? Да, безусловно. Ношение повязок медицинских, если нет медицинских марлевых, оно предотвращает, прежде всего, предотвращает от распространения вокруг. То есть прежде всего должен позаботиться о состоянии других, тот человек, который заболел. Ну, конечно, если и на вас будет маска, и на мне, то создается механический барьер просто попадания на нашу слизистую возбудителя к нам в организм. То есть это прекрасный положительный эффект дает, но все-таки хуже, чем вакцинация. Елена Ивановна, спасибо большое за интересную беседу. Более полутора тысяч человек посетило Иордань в Крещенскую ночь. Даже сильный ветер не остановил желающих окунуться в Иордань и набрать освещенной воды. Более полутора тысяч человек посетили Иордань в Крещенскую ночь. С половины двенадцатого до трех ночи на Качгартинской курье были организованы купания и сбор освещенной воды. Несмотря на сильный ветер, желающих совершить христианский ритуал собралось немало. Крещение Господне – один из главных церковных праздников и одно из массовых событий в жизни города. В ночь с 18 на 19 января сотни людей устремляются к Качгартинской курье, чтобы совершить обряд омовения. Все замечательно, мне очень нравится. В первый раз? Нет, четвертый. Супер. Как тебе помогает? Ну, уже не холодно, а сбудутся все мечты. Никогда не болею. Даже когда прихожу немножко простывший, никак не усугубляю, только помогает. Как ощущения? Отлично. Который раз вы закупаетесь? Да и постоянно, я же не считаю. Купель для обряда непременно освещается. В этом году жители Богоявленского храма провели ритуал раньше полуночи, чтобы успеть принять на Иордании больше желающих. Среди них мужчины и женщины разных возрастов. Еще больше людей было в очереди за освещенной водой. Ее набирали из отдельной проруби. Каждый год берем из Иордании. Обязательно в день крещения. Обязательно. Сколько у вас утром дали? Ну, я пять литров, и вот подруга у меня пять литров. И весь год держим, освещаем такую водичку. Когда немножко капнешь, даже в баньке моемся. Капну, и уже моемся святой водой. Говорят, что она лечебная. Вот только для этого. Что с ней делаете? Ну, понемножечке пью. Иногда что-то болит, протираю ею. Также в этом году было организовано купание и сбор воды в поселке Искателей на реке Печора. На двух участках дежурили спасатели МЧС, сотрудники полиции, скорой помощи, представители чистого города и местной администрации. К счастью, помощь комплексной службы не понадобилась. Нарушение общественного порядка и переохлаждений не зафиксировано. Хотя температура воздуха была ниже 18 градусов с сильным ветром. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Наринмар приехала Кировская ярмарка. Традиционно это продукты для праздничного и будничного стола. Коллекция оздоровительной косметики, украшения и подарки. Свежайший мед, рязанская тушенка, мясные рулеты из охлажденного мяса. Кировская ярмарка привезла товары, которых на местных прилавках не найти. Привезла я сегодня, как обычно, уже полюбившиеся на Наринмарцем соленья кировские, цыбочковые, подлётные. Также салаты корейские свежие, без консервантов, конфитюры. И основное у нас сейчас мясные деликатесы. На сладкое конфеты из Казахстана, восточные сладости и мучные изделия. Свежие и в большом ассортименте. В период простуд и перепадов температур будет полезным мёд. На знаменитой пасеке Чеботаевых собирают 14 сортов полезного продукта. Есть перга, мёд в сотах, воск. Отдельный прилавок для красоты и здоровья. Большой выбор шампуней лечебных от выпадения волос. Большой выбор бальзамов, маски для лица, для женщин, крема питательные. Потом очень большой выбор лечебной продукции от артрита, артроза, радикулита, мышечных, суставных болей. Впервые в Наринмаре представлена тибетская коллекция украшений из Непала. Сплав меди и латуни славится лечебными свойствами, что делает украшения полезными вдвойне. Натуральные камни и авторская работа не оставят равнодушными ценителей красоты. Я делаю украшения на заказ. Я занимаюсь ремонтами, приглашаю своих клиентов приходить ко мне приносить на ремонт. У меня просто есть много клиентов, которые приносят, когда я приезжаю. Ярмарка ждет вас ежедневно в Кармановке с 10 до 20 часов по адресу. Улица 60 лет СССР, дом 2А, Цокольный этаж. По 24 января включительно. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.